Детская сексуальность 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 Ну, там, врачи по-разному описывают, что вот он сначала там образы не умеет выстраивать, поэтому его глаза ведут себя так вот своеобразно и так далее. Я сейчас не буду забираться в медицинские аспекты, я честно признаюсь, я не очень силен в этом вопросе. Я только хочу вас навести на мысль, а почему Фрейд пошел по этому пути. И вот уже самые первые психологические анализы, которые осуществляет Фрейд, приводят его к мысли о том, что вот все это в ребенке заложено, как заложена и его сексуальность. Сейчас я попробую объяснить, что Фрейд подразумевает под этим словом. Ну, смотрите, конечно, конечно, на первых парах младенец, нет у него вот соотнесенности, а для чего вот эта наклонность в нем присутствует. Но движение губ. Конечно, это есть элемент вот такой вот сексуальности. Ну, я знаю, есть любители рассуждать там об эрогенных зонах и прочем, и прочем. Фрейд придет к выводу, что эти эрогенные зоны могут возникать у человека, у младенца, а человек по мысли Фрейда складывается буквально вот где-то к 3-4 годам. Все, что произойдет потом, это будет накопление знаний, информации и так далее, но в личностном плане он уже как бы завершенная личность. И вот эти первые впечатления, они вот такие. И в этот период складывается и ориентация ребенка. Она может оказаться совсем не совпадающей вот с теми данными, которыми наделила его природа. Ну, мы сегодня с вами знаем, есть люди там с гомосексуальными наклонностями и прочее. Так сложилось. Почему-то. Я сейчас опять же не буду погружаться в этот вопрос. Мне значительно интереснее другое. Вот у Гёте было такое высказывание по этому поводу. Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности. То есть, эти впечатления накапливаются. Видите, и Шегёте на это обратил внимание. И Фрейд, естественно, тоже обращает. И для того, чтобы вот что-то исправить в человеке уже взрослом, который, как я сказал, заболел чем-то, вот какими-то неврозами там, невростеническими там делами и прочим, надо вот докопаться до этих травм. И вот, ну, не знаю, я тут вот ещё у Стефана Цвейга такое нашёл. Подобно тому, как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребёнка, прежде чем он научится ходить, и позывы к речи, прежде чем он научится говорить, имеется на лицо у ребёнка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о её действенном предназначении. Ребёнок догадывается, решающая формула, выделит Цвейг, о своей сексуальности. Он только не понимает её. И тут, ну, я просто не могу удержаться ещё от нескольких цитат. Фрейд о детской сексуальности, вот он так заявляет, что под влиянием соблазнения может стать полиморфно-извращённым. То есть вот, ребёнок. И он ведёт себя в этом отношении как средняя некультурная женщина. Ну, тут просто перекличка возникает с Артуром Шопенгауэром. Я только вас сразу хочу предупредить. Шопенгауэр, ну, как-то скептически относился к женскому полу. Ну, давайте мы сейчас это оставим в стороне, а вот саму мысль его попытаемся уловить. Женщины, ребячьи, вздорные и близоруки. Одним словом, всю жизнь представляют от себя больших детей. Род промежуточной ступени между ребёнком и мужчиной, который и есть, собственно, человек. Ну, не заподозрите меня, не дай бог, в шовинизме или в чём-то таком. Я просто хочу проследить вот эту мысль фрейдовскую о той самой детской сексуальности, с которой я начал. И подвести нас к тому, что об этом догадывались и другие люди. Ну, просто они вот так вплотную не занимались этим вопросом. Или вот у Владимира Набокова, герой которого с философских и с моральных позиций подчёркивал различия между сокрушающим действием анонизма и всепоглощающей нежностью любви, естественной и разделённой. Ну, сексуальная тематика у Набокова представлена в его творчестве. И, поверьте, ну, во-первых, он, несомненно, знал труды Фрейда. И на этот счёт, ну, правда, в художественной форме, а не в такой вот медицинской, он высказал массу интересных соображений. Я ещё потом к нему вернусь. И что ещё важно отметить? Конечно, в этой своей книге «Толкование сновидений» Фрейд только подходит к этому вопросу. Ещё нельзя говорить, что вот в этой книге он уже сформулировал свою теорию детской сексуальности. Но тот факт, что он обратил на неё внимание, а об этой книге я вам уже говорил, она явилась своего рода базовой для Фрейда. Из неё потом выросла масса разных теорий, которые выстраивал Зигмунд Фрейд. Но, как уже мы говорили, эта книга вот первая, что ли, прикосновение к этим вопросам. И дальше усилиями Юнга, Ранга, Грофа, ну, я сейчас могу тут много таких учёных перечислить, которые обращались к этой теме. Ну, о Юнге мы с вами ещё отдельно как-нибудь будем обязательно говорить. Так вот, они так и формулировали это, что вот на первых порах, появляясь на свет, ребёнок переживает травмы рождения. Ну, были люди, которые даже описывали, что помнит ребёнок вот всё это. И, ну, не всякому это дано, ну, вот, например, там, если к Льву Долстому обратиться, в его трилогии, там, детство, утречество, юность, и там есть эпизод, где вот он описывает, как он лежит у себя в кроватке, вот рядом с ним там лежит сестричка. И когда вот он воспроизводит всю эту ситуацию, то начинаются привязки временные, и вдруг он вычисляет, что у меня в это время ещё двух лет не было, а я это помню. Ну, понимаете ли, не все мы наделены вот такой памяти, но тот факт, что она присутствует, ну, никуда ты от неё не денешься. И вот был такой Вильгельм Райф, может, о нём как-нибудь поговорим, то он книгу написал «Сексуальная революция», которая в 30-е годы вышла, ну, буквально потрясла мир, вот, потряс Райф своими заявлениями, а он считал себя самым, что ни на есть прямым учеником Фрейда. И вот, поскольку Фрейд утверждал, ну, вот Райф повторял это за ним, что даже у маленького ребёнка активно развивается сексуальность, которая не имеет никакого отношения к размножению. Фрейд потом будет говорить, что где-то к пяти годам всё это уходит. Уходит, уходит и наступает такой промежуток, когда ребёнок не вспоминает об этом, и вообще все эти вещи перестают его вроде бы волновать, но косвенным образом всё равно проявляются. А вот где-то к 14-15 годам всё это приходит опять, и нам кажется, что мы как бы заново открываем мир, у нас заново просыпается интерес к противоположному полу, к своему телу. Чем это тело наделено, зачем, почему, ну, кто не задумывался об этом. Конечно, можно делать вид, что, а, ну, я обошёл эти проблемы, меня всё это не касалось, но углубитесь в самих себя и честно спросите самих себя, а задумывались вы обо всём этом. И наверняка вы себе ответите, что, конечно же, да, конечно же, задумывались. И тут возникает такая тема, о которой я уже как-то говорил, стыд. Люди начинают стыдиться, ну, иногда это превращается в какую-то патологическую застенчивость, начинают стыдиться всего. А по Фрейду основы вот этой застенчивости, этого стыда вот именно и лежат в этой самой вот сексуальности, которой чуть-чуть повзрослев, человек начинает стыдиться, стесняться. И вот философская мысль XX века, как в западной, ну, не знаю, могу тут Сартра назвать, или там Фрома, о котором тоже что-то я уже говорил. Ну, и в русской, в отечественной, в российской, в советской литературе что-то было на эту тему. Были такие интересные люди, как Карасёв, Скрипник, которые тоже об этом писали. И вот одна из форм стыда, из первичного полового стыда, антологизируется, ну, выводится, что ли, человека стыдящегося. Это был такой Баженов, он на эту тему писал. Что он считал, что половой стыд является производным образованием от общей экстиденциальной установки. Ну, я цитирую из него, то есть социум, экзистенция, то есть среда, в которой мы живем, она накладывает на нас вот какие-то обязательства, которые мы волей-неволей принимаем. И возникает вот этот дискомфорт, этот вот внутренний конфликт. Мы уже говорили с вами о том, что вот, когда мы говорили о сне, что сон – это реализация наших желаний. А Фрейд и другую мысль выскажет, что человек живет, ориентируясь на удовольствие. Ну, только не поймите, слово удовольствие так вот поверхностно, да, там конфетку съесть или там какой-нибудь человеку распущенный, да, там до женщины добраться. Нет, это все глубже гораздо. Но вспомните Шопенгауэра в данном случае. Тут Фрейд с ним перекликается. Ведь его книга шопенгауэровская, о которой мы, к сожалению, мало говорили, я к ней обязательно вернусь. «Мир как воля и представление». Ведь что там высказывает Шопенгауэр? Что да, мир вот дал нам. Мы строим о нем какое-то представление, но какое он на самом деле, мы не знаем и никогда не узнаем. Это концепция Шопенгауэра. И, тем не менее, во все живое и в нас, в частности, заложена воля к жизни. Как вот дерево тянется к солнцу, там, цветок распускает лепестки. Шопенгауэр никак не объясняет, от чего, почему вот заложено. Так вот, под этим надо иметь в виду вот то слабое удовольствие, о котором я говорю. Выжить. А для того, чтобы выжить, надо совершать какие-то действия. Которые, естественно, мы совершаем на инстинктивном уровне. Я уже вам только что сказал, ребенок появился на свет, он знает, знает, что он должен дышать, да? Он знает, что губами должен найти грудь матери и поесть. То есть, без этого он тоже жить не может. Точно так же он знает, что он должен продолжать свой род. Ребенок этого еще не знает. Но инстинктивно это в нем уже присутствует. А поэтому, наверное, эволюция и создала нас такими. Видите, ну, перенеситесь мысленно, там, во времена, которые Фрейд описывает в своем тотем этапе. Люди только научились первые звуки какие-то издавать, да? А тем не менее, они знали. Знали. Опять же, это не было знание. Это было вот тягой к получению удовольствия. То есть, получая удовольствие, мужчина, женщина, и возникал в чреве женщины плод, и род продолжался. Они часто, эти люди, не понимали связи между этими явлениями. Но, как я уже говорил, в данном случае срабатывал вот тот самый инстинкт, вот та организация человека. Эволюционно созданная, естественно. И тут можно массу других примеров приводить, но я не буду этого делать. Не случайно природа создала нас двухполными. Отнюдь не случайно. И вот Фрейд в свое время, когда он заговорил обо всех этих вещах, его обвиняли в пансексуализм. Ну, можете себе вообразить, когда в конце 19 века, в начале 20-го, вдруг в открытую человек начинает говорить о таких вещах, которые, ну, как бы считалось, где-то там на втором, третьем плане присутствуют. Ну, неудобно, неприлично озвучивать подобные вещи. Так вот, Фрейд как бы вот проламывает этот барьер, и тут величайшая его заслуга. Кто видит в сексуальном нечто постыдное и унизительное для человеческой природы. Волен, конечно, пользоваться более аристократическими выражениями. Эрос и эротика. Я не могу согласиться с тем, что стыд перед сексуальностью – заслуга. Ведь греческое слово «эрос», которому подобает смягчить предосудительность, есть не что иное, как перевод нашего слова «любовь». А Набоков, я уже вам цитировал Набокова, но сейчас вот, был у него такой герой Ван Вин, это ад, была у него такая книжка. Он обнаружил, что те подробности его раннего детства, которые действительно были важны, получает наилучшее, а зачастую и единственное возможное истолкование, лишь вновь возникая в позднейшие годы отрочества и юности в виде внезапных сопоставлений, воскрешающих жизни и живящих целое. Ну, почему сексуальная жизнь и все, что связано с этим, оказалось, ну, как бы под спудом? Несомненно, здесь огромная заслуга, в кавычках, христианства. Ведь, собственно, когда начинают рассуждения, ну, святого блаженного Августина, возьмите, когда он рассказывает в своих писаниях о том, как вот Адам и Ева, да, то, дескать, все это было совершено без страсти. Ну, пытается обойти. То есть, с одной стороны, церковь понимает, что продолжения рода бы не было, если бы мужчина не встречал женщину, и между ними не происходило то, что должно в итоге произойти. Но не было страсти. То есть, дескать, вот если страсть подавить, то тогда это будет вроде как облагорожено, что ли. Так вот, Фрейд на этот счет, он читал Августина, и вот он такую мысль высказал. Я пришел к мысли, что мастурбация является той самой привычкой, которую можно назвать первичной склонностью. Вот. И все прочие привычки, как, например, к алкоголю, морфию, табаку и так далее, появляются в нашей жизни как ее производные. То есть, запрет приводит к обратному эффекту. Ну, видите, какие тут вещи и какие темы тут затрагивает Фрейд. Я сейчас не хочу особенно углубляться в эту тематику. Кто там прошел через этот период своей юности, молодости, детства. Кто нет. Тут каждый должен заглянуть в сам себя и честно себе сказать, что было, чего не было. Но причиной этого является вот опять же та самая травма, нанесенная ребенку в детстве, когда ему не дали нормальную возможность развивать в себе вот эти вот сексуальные наклонности. Когда этой травмы не было, то да, как я уже сказал, и Фрейд к такому выводу приходит, ребенок переживает этот период, усваивает все это. У него просыпается интерес к своему телу, к каким-то органам там на этом теле и так далее. Все это совершенно естественно. Вот. А потом при естественном развитии, то как бы все это забывается, чтобы вернуться потом опять. И если социум нормально к этому относится, ну давайте вот такой пример приведу. Скажем, в том же там 19-20 веке была семья, да? Вот. У семьи обязательно был свой врач. Это не то, что сегодня мы с вами идем на прием к врачу и так далее. Это был человек, член семьи. Ну, я догадываюсь, что вы ответите. Отнюдь не всякая семья могла позволить себе такую роскошь, но какая-то могла, да? И вот когда этот врач становился членом этой семьи, то ни папа, ни мама должны были объяснять ребенку, что с ним происходит. А у него все время возникают вопросы, на которые должен ответить кто-то. И этот кто-то обязательно должен быть авторитетным человеком. И если этот врач входит в дом, то есть бывает не только для того, чтобы там лечить папу, маму или там заболевшего ребенка, а просто вот член семьи, то для ребенка он лицо, которое может действительно ответить на массу вопросов, на которые надо ему ответить. Ну, сегодня вы знаете, в нашей образовательной системе, так оно и в России, так оно и в Европе, так оно и в массе стран происходит, что вот в школе детям начинают все это объяснять, рассказывать. Все это с одной стороны, конечно, хорошо, но настолько все это интимно, что когда стоит, ну, не знаю, даже самый замечательный преподаватель, учитель, все, что хотите перед классом, там, 20, 30, 40 человек, не знаю, сколько там сидят, и начинают говорить обо всем этом, вот этот элемент интимности исчезает. И получается лекция, а такие вещи на лекционном уровне не преподносятся. И получается то, о чем вот и говорил Фрейд, что ребенок попадает в мир Эруса не по своей воле, но то, что с ним происходит, активно формирует его личностное восприятие и весь спектр отношения к миру. То есть, понимаете, это не просто вот какие-то там эрогенные зоны там или половые там органы и прочее. Это так человек контактирует с этим миром. У нас с этим миром для контакта существуют там глаза, уши и прочее. Но списывать и это, что наше сексуальное начало не есть один из органов восприятия, постижения, отношения к этому миру абсурдно. И то, что Фрейд заговорил об этом, ну, это просто подвиг своего рода. И, как скажет он, что постижение этого мира начинается с освоения самого себя, своего тела. Так напишет Фрейд в своей книге и, собственно, об этом мы с вами и дальше будем говорить. Видите, вы можете, конечно, сказать, и я сам чувствую, что тему детской сексуальности я здесь, конечно, не раскрыл. Я ее только затронул. Но я и не ставил больше перед собой задачу, потому что и Фрейд в своей книге «Толкование сновидений» эту тему еще не развивает. Он заостряет внимание на ней. И он приходит к мысли, что если не разобраться с этим вопросом, то очень и очень многое останется непонятно. И вот когда он анализировал своих больных неврастейников или даже вот со здоровыми людьми просто выпытывал у них их сны, которые пытался толковать и толковал, то он там все время натыкался на один и тот же момент. То есть, в конце концов, всегда ему удавалось добраться до этого, ну, невероятно глубокого детства. Ну, я уже даже где-то говорил или где-то читал, что были люди, которые описывали, ну, Толстого я вам приводил, так скажем, период, там, год-два после рождения. А были такие, которые описывали период, который, как они считали, еще утробный. Ну, насколько можно доверять этим описаниям, я не знаю, но сам факт, что вот есть авторы, которые обращались к такой тематике, тоже наталкивает все на те же мысли. То есть, там, в утробе, хорошо было человеку, вот, ребенку, он был счастлив, а потом он выходит в этот внешний наш мир, к которому должен приспосабливаться и должен задействовать, ну, все свои органы, все свои качества, которыми он наделен. Собственно, для этого его эволюция создала таким. И вот эта самая сексуальность будет ее Фрейд находить, как я уже сказал, и анализируя фантазии людей с одороженной психикой, и будет находить вот в сновидениях и прочее. Ну, тут уже надо переходить конкретно к Эдипову комплексу, о котором Фрейд тоже выскажется в этой своей книге, и что он понимает под этим комплексом и так далее. Но это уже будет следующая тема, я поэтому не хочу сейчас ее затрагивать, а вот на ней я остановлюсь и обещаю, что следующий ролик будет посвящен именно Эдипову комплексу. И я попытаюсь рассказать не только то, что сформулировал Фрейд по этому поводу, а предложить еще несколько теорий, которые возникли уже после Фрейда, но вот на той базе, которую вывел, до которой додумался Фрейд, назвав вот некое качество, некую наклонность нашу с вами Эдиповым комплексом. Все, на этом я хочу закончить этот ролик. До следующей встречи и увидимся. До свидания.